Здравствуйте, уважаемые зрители! Это второй ролик относительно органического земледелия. Сейчас 9 март. Хотел заснять то, что происходит. Несмотря на то, что март месяц, мы начинаем уже активно садить огород. Как я там говорил, этот участок у меня был под сидиратом и он будет восстанавливающий. Там я еще как залусыпаю, как фосфорное удобрение. И поехали! То, что здесь я рассказываю. Как уже я говорю в прошлом ролике, я не сажу большие грядки. Вот здесь у меня будет картошка. Вы видите, ямки сделаны шахматным способом. Если присмотреться, там я в них насыпал компост, потому что здесь земля не очень хорошо родит, чтобы лучше было. Здесь я еще не пропалывал, не отбивал грядки. Переходим дальше, где было. Здесь у нас, что расположено, тоже картошка. Потом здесь у нас редиска посажена. Здесь у нас опять картошка. Здесь будет пастернак. И, кстати, хотел обратить ваше внимание, забыл относительно того, как можно хранить морковь. Я когда садил картошку, то выкопал морковь, она в земле хранится как в погребе. И пастернак тоже круглый год можно так держать, и он всегда будет свежий. Потому что здесь у нас, по крайней мере, на юге Украины это позволяет. Так, как я говорю, здесь будет пастернак, тут картошка, здесь чеснок. Здесь у нас находится компостная куча, с которой я беру компост. Она несколько лет лежала, я ее не трогал. Тут пока еще ничего не посажено. Ну, а все, что относительно здесь, в принципе, я так мельком пробегусь, потому что вы видели в другом ролике. Здесь клубника, я ее буду дальше там рассаживать. Здесь мы посадили лук и морковь. Тут, чем больше деревья растрастаются, тем меньше я между ними беру. И здесь у меня, что будет, тоже клубника. Морковь, да? Морковь, да, посажен. Ну, а дальше видно, что здесь находится зимний чеснок. Так что, если ничего не помешает, я планирую в дальнейшем снимать видео, как оно все будет происходить. Поэтому ждите других роликов и подписывайтесь на канал, чтобы их не пропустить.